Парад в честь победы во Второй мировой войне Парады Победы началась в 1945 году, когда на Красной площади были брошены на земь трофейные знамена Третьего Рейха. К несчастью, история повторяется. Новым нацистам не нравится георгиевская лента и сам факт их поражения. В течение 23 лет они пытались отменить все торжества в День Победы, но крымчане и севастопольцы отстояли право на свою историю. Прежде всего нерушимая связь с поколением стран и народов. Этот день близок каждому, кто верит в Великую Победу. Информационный канал Севастополя представляет документальный проект, основанный на уникальных архивных материалах. Парад нашей Победы. День Победы Как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы Порохом пропах Это праздник С сединою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Продолжение следует... Из сообщения Солбинформбюро 9 мая 1944 года Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков Наследие Великой Победы Это не просто наша общая память и наша общая история Это прежде всего нерушимая связь поколений, стран и народов Победа была достигнута не только силой оружия Но и является победой духа народов, проживающих в государствах Участников Содружества Независимых Государств Великая Победа стала возможной только благодаря тому, что мы победили вместе 2013-й, последний год, когда Севастополь праздновал День Победы в составе Украины Еще нет Майдана и войны на Донбассе Еще Георгиевская лента является общим символом для всех, кто верит в Великую Победу На площади Нахимова российские и украинские части стоят вместе, чтобы торжественно провести парад В 8 мая 1935 года в Берлине представители Герландского верховного командования После минуты молчания и сообщения Советского информбюро об освобождении Севастополя Прозвучавшего 9 мая 1944 года звучат куранты Матросского клуба Германия полных юратгробленя Германия полных юратгробленя Пожалуй, это самое волнующее время, когда Севастополь Военный строй получает команду «Равнение на Красное Знамя Победы». В отличие от трансляций из Москвы, севастопольская телерадиокомпания, которая вела прямой эфир с площади Нахимова, могла позволить себе живое общение с участниками парада, как с ветеранами, так и со зрителями. Вспоминая о войне, о родителях, прошедших войну, многие люди с трудом сдерживают слезы. Впрочем, в этот день это всегда слезы радости. И вот началась война. 17 июня до мной приехала мамина сестра в деревню. Она была учительницей в деревне. И я уехала. 22-го началась война. И вот в один прекрасный день, где-то числа 25-го, она приходит, ее вызвали в район, она приходит и приносит мне книжку на немецком языке. Я говорю, что это такое? Она говорит, это тебе. А я говорю, слушай, крестная, она была моя крестная, зачем мне эта книжка на немецком языке? Она говорит, это тебе задание. Ну, знаете, когда девчонке 14 лет, и такое задание. И вот, значит, на следующий день приходит дедушка старенький. Вот я до сих пор знаю, как его звали дядя Вася, с бородой. А правильно я не знаю, как его там фамилия и все. Вот. И мы с ним пошли по деревням, где находились немцы, но только офицеры, воинские части. И, значит, мы ходили по деревне, что я слышала, я ему передавала, и он все записывал. А потом передавал в партизанский отряд. Движение автомота колонны вызывает особый интерес зрителей. Особенно, если вместе с водителем на почетном месте сидят дети и ветераны. Следом за ними идут школьники. В руках они держат портреты севастопольских героев Советского Союза, в честь которых названы многие улицы города. Героям Севастополя Вечная Флота! Сейчас вы видите, как по отравлению площади Натимова приближается парадная колонна военной техники. В 2013 году в Севастопольском параде победы впервые принимала участие боевая техника. В порт борту движется бронетранспортеры БТР-80 геноморского флота и военно-морских сил. Задача бронетранспортера входит доставка пехоты на поле боя и ее поддержка огнем и штатного оружия. Перед тригунной проходят ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил штаба и опыта управления Крапорта Великой Отечественной войны. Не секрет, что парад победы в Севастополе удалось сохранить благодаря ветеранам. В трудные времена, когда украинские политики пытались вычеркнуть великую победу из народной памяти, именно эти люди вновь стали на защиту нашей Родины. Следом за ветеранами идет молодое поколение, за которое, в общем-то, старикам не должно быть стыдно. Севастопольские школьники и студенты не только верны своей истории, но и готовы сами защищать свой город, как показали события 2014 года. В городе приближается головное объединение поисковых отрядов «Долг». Энтузиасты из Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» собирают останки солдат и офицеров Великой Отечественной и с честью предают их земле. Благодаря поисковикам, многим павшим героям возвращены имена. Школьники несут фотографии своих родных ветеранов. Это очень трогательно и лишний раз говорит о том, что Великой Отечественной коснулась практически каждой советской семьи. Главную базу Черноморского флота обороняли и освобождали солдаты со всего СССР. К сожалению, ветераны уходят. Но некоторым из них до сих пор удается приехать, обнять братья фронтовиков и отдать дань погибшим товарищам. Таким был Парад Победы в 2013-м. Пройдет чуть менее года, и Севастополь вернется в родную гавань. Продолжение следует...